И скандальный диалог, и варианты политической кончины диктатора обсудим далее с политехнологом Аббасом Галявым. Он присоединяется к нашему эфиру. Аббас, здравствуйте. Рад вас приветствовать. Здравствуйте. Наверное, здесь нужно говорить не об аутентичности этого разговора, а о том, кто и зачем передал этот привет Путину. Кому было выгодно опубликовать вот эту запись? Как вы считаете? Ну, в первую очередь, конечно, западному спецслужбам и Украине совершенно очевидно, что этот разговор – это удар по позициям Путина. А кто заинтересован в том, чтобы нанести удар по позициям Путина? Ну, те, кто с ним воюет, его враги. Вот. Вторая вероятность, она все-таки, ну, она такая более сложная, да. Поэтому я ее во вторую очередь упоминаю, хотя тоже вполне может быть. Это может быть абсолютно там внутренние разборки за деньги, например. Ахмедов, он, мягко говоря, богатый и с точки зрения российских силовиков вполне может представлять из себя, является такой дойной коровой, которую можно подоить. И они могли его записать, слить, чтобы просто подставить в глазах руководства страны, получить санкции на уголовное дело против него. Ну, и в рамках этого процесса, знаете, как одной рукой заводишь уголовное дело, а другой рукой выстраиваешь переговоры о том, с ним же, о том, как ты будешь это дело вести, какое обвинение предъявишь, насколько активен будешь, объявишься в розыск, не объявишься в розыск и так далее, и так далее. Это масса способов заработать. И, то есть, это может быть даже не связано с большой политикой. Это всего лишь способ заработка. Надо просто понимать, что российская силовая корпорация – это самая коррумпированная корпорация в стране. И практически у каждого из руководителей силовых структур, ну, у большинства точно, там, есть свой корыстный интерес, который на самом деле даже для него первичен, гораздо важнее, чем официальные интересы системы. В общем, как-то так. А вот, смотрите, Пригожин записал тут же о том, что это фейк, что это все нанотехнологии, пранкеры и так далее. А как думаете, будет ли преследование Пригожина, ну, Ахмедова, да, либо это все замнут, чтобы поскорее это все забыли, иначе, если его преследовать, то это все будет держаться на плаву? Да, на самом деле это очень важный вопрос, и он будет еще одним индикатором, косвенным индикатором, показателем того, кто сейчас управляет в России политическим процессом, у кого он, у кого-то, кстати, контрольный пакет акций находится. Значит, может же теоретически возобладать логика такая силовая, чекистская, надо наказать, не обязательно в виде уголовного дела, можно неофициально, так сказать. Каким-то образом от выпадения в окно до, значит, разрушения бизнеса, более мягкая версия, отъем бизнеса. Вот, но обязательно надо что-то сделать, нельзя оставить это без ответа, потому что в противном случае все российские элиты поймут, что, о, можно, оказывается, называть Путина недомерком, и ничего тебе не будет. Да, ну, то есть за такие вещи надо карать, это логика силовиков. С точки зрения администрации президента, ну, гражданской части, если можно так шире выразиться, администрации, ничего делать не надо, потому что чем более активничаешь ты сейчас в этой области, тем дольше эта тема будет держаться на плаву, тем больше она будет обсуждаться, а нам это не выгодно. То есть нам не выгодно демонстрировать всем, что наш патриотизм, который демонстрирует представитель российского эстеблишмента, на самом деле ничего не стоит. Ведь Пригожин, как известно, один из активных агитаторов за Путина, за вот эту букву Z, за патриотизм державный, да, в публичном пространстве. А на самом деле он, оказывается, что он думает. Вот. И, соответственно, ну, тему надо быстрее замять, а если мы начнем преследование этих людей, то вот эта тема будет постоянно на плаву находиться. И, понимаете, люди ведь, ну, они, безусловно, без проблем дадут оценку происшедшему. То есть все понимают, что это, так сказать, ну, против Путина, против официозного патриотизма история. Но оценить масштабы происшедшего, что это, такое случайное мимолетное событие или что-то фундаментальное, свидетельствующее о каком-то мощном сдвиге в настроениях российских элит. То есть вчера такого еще не было, а сегодня такое уже есть. Вот как это проинтерпретировать, ну, люди, на самом деле, не знают. И для того, чтобы это выглядело всего лишь незначительным эпизодом каким-то, ну, подумаешь, два человека разговаривают, что-то там, ну, вот у них такое мнение, подумаешь. Ну, кто они такие, в конце концов, не самые важные персоны. Вот, то есть убрать из этого, так сказать, символизм происходящего, да, сделать это, ну, частностью. Вот для этого нужно, чтобы просто вот ничего больше по этому поводу не происходило. Потому что если государство на это отреагировало, то значит это не частность, значит это тренд, значит это очень важно, да. И Кремль, соответственно, ну, вот он будет склонен, так сказать, пригасить эту историю. И вот когда мы будем смотреть на вот эту реакцию государства, будет она или не будет, вот мы можем сделать вывод о том, кто на данный момент все-таки принимает ключевые решения. Ну, то есть чей удельный вес во внутренней, там, дискуссии, там, внутри всегда же ведется дискуссия, ведется дискуссия, что делать. А вот чей удельный вес выше. То есть эта реакция будет таким маркером, таким лакомсовой бумажкой. Абаса, по вашему... Ну, еще одним, еще одним. Еще одним, да, дополнительным. Абаса, вот по вашим все-таки наблюдениям, вот этот контрольный этот пакет акций, о котором вы говорили, он сейчас в чьих руках, скорее всего? Знаете, ну, в целом он сдвиг за последний год, конечно, произошел резко в сторону силовиков. Сдвиг наметился где-то с 2020 года, я бы сказал, он был заметен. Но за последний год он, конечно, очень сильно продвинулся в сторону силовиков. Я даже по себе могу судить. Например, вот меня на прошлой неделе объявили в розыск российской МВД. Значит, до сих пор... Что произошло в последнее время? Я ничего нового не стал говорить, по сравнению с тем, что я говорил до этого. В течение года никто против меня там ни кое-каких волонных дел не возбуждал и в розыск не объявлял. Почему? Потому что администрация президента прекрасно понимает. Там люди разбираются в политике, они прекрасно понимают, что в условиях репрессивного режима для возбуждения уголовного дела против человека является, по сути, рекламой этого человека. Вот. Зачем рекламировать врага? То есть понятно, что они считают меня врагом. Понятно, что, значит, не надо его рекламировать, поэтому раз все равно не можем достать. Ну, что возбуждать дело против человека, который за границей? Все равно же не достанем. Зачем его рекламировать? Вот там такая логика была. И тот факт, что дело все-таки возбудили, вот лично для меня индикатор того, что вот сейчас, вот в данный конкретный момент, значит, слово чекистов оказалось важнее, чем слово представителя администрации президента. То есть чекисты, они бесконечно далеки от вот этих категорий, там, реклама, там, легитимность, там, доверие, недоверие. Ну, слова не язык лексикона. Они умеют только возбуждать уголовные дела. Да, и, соответственно, они реагируют на деятельности врага, а я для них враг. Ну, в общем, ну так, как умеют, да. И раньше администрация не давала им ходу, а теперь дала. Вот. Ну, то есть вот таких индикаторов много, и, в общем-то, они свидетельствуют о том, что пока сдвиг в сторону силовиков продолжается. Но он логичен, потому что, поймите, сейчас власть Путина держится уже исключительно на штыках. Но при том уровне протестных настроений, которые есть в России, избежать революции можно только, если ты непрерывно раскручиваешь маховик репрессий. Сейчас уже вот эти методы убеждения, с помощью которых Путин управлял страной на протяжении долгих лет, но они перестают работать. Люди все меньше смотрят телевизор, все меньше, им интересно, путинская пропаганда. Они все более настроены негативно по отношению к происходящему. И в этой ситуации все, что тебе остается, это раскрутить маховик репрессий, включить каток на полную мощность и там закатывать всех в асфальт. Можно ли надеяться, что только на репрессии силовики вообще могут помочь этому режиму выжить, сохраниться? Очень важный вопрос. В долгосрочной, в стратегической перспективе нет, конечно. Даже парадокс заключается в том, что силовики, когда Путин окончательно впадет в зависимость от силовиков, то знаете, какая диоретика, когда он полностью станет от них зависим, когда у режима не будет социальной базы, то есть все его будут ненавидеть, а рано или поздно с диктатором произойдет именно это, то тогда его, собственно говоря, сами силовики поменяют. Это сплошь и рядом происходит с диктаторами. Последний пример, вот тоже путинский друг Амар Аль-Башир, суданский диктатор. В 2019 году ввел в стране военное положение, чтобы подавить протест. И, значит, силовики, которому, по сути, передал власть, они же его самого сначала под домашний арест отправили, и сами сели за стол переговоров с оппозицией, да, и создали коалиционное правительство. А потом его вообще в тюрьму отправили, и сейчас суд над ним идет, кстати, в ГАГу могут выйти, вот, потому что ГАГа там против него тоже, значит, ордер выдала. Поэтому вот это такая достаточно типичная история. Собственно, почему вообще вот автократы, диктаторы там проводят выборы, ведь проще казалось бы всего, да, отмени выборы вообще там, не заворачивайся, да, оппозицию в асфальт закатывает. Для того они это делают, чтобы сохранить какие-то инструменты управления страной, помимо силовых, чтобы силовики от них зависели, а не диктатор зависел от силовиков, понимаете? Вот, а Путин это правило нарушил, вынужденно, не потому, что он там дурак. На самом деле он долгие годы управлял именно с помощью пропаганды, там, избирательной кампании, а силовики были сильно второстепенным инструментом. То есть по отношению к элитам они были, ну, всегда очень важным инструментом управления, а по отношению к вот массовой, что называется, политике, нет, они были сильно вторичны, а главным инструментом управления были политические инструменты, собственно, политические пропагандистские инструменты, и администрация президента была главным, значит, способом, механизмом, с помощью которого Путин управлял страной, а не ФСБ вовсе, и не МВД. Вот, но поскольку вот в целом популярность режима падает, значит, протесты на стране усиливаются, все больше вот этот, значит, удельный вес, значит, смещается в сторону силовой составляющей. То есть раз нельзя заставить любить, ну, приходится, так сказать, подчинять с помощью грубой силы. Раз мне не могу уговорить, проще говоря, извините за образ, ну, тогда, значит, изнасилую. Вот логика диктатора, она его в эту сторону сдвигает, но, в общем, это просто, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Лучше бы, конечно, было как раньше, чтобы любила, так сказать, и сама соглашалась, но по-другому не получается, давайте будем насиловать. Ну, а насилие, в конце концов, заканчивается вот тем, что, вот я говорю, ты впадаешь в зависимости от силовиков и становишься их заложником. Ну, это как Римская империя периода упадка, да, помните, претерианской гвардии, которая меняла императоров по своему усмотрению иногда там по два раза в год. Ну, значит, десятки их меняли, да, на более угодно. То есть император в какой-то момент стал просто марионеткой претерианской гвардии. Вот силовики сейчас становятся такими претерианцами, политически активными ребятами. Абаз, ордер Путину запустил радикальные процессы в окружении Путина? Ну, он о том, что вот процессы уже пошли, я сказать не могу, наверное, это было бы голословным, но доказательств того у меня нет. Но, конечно, совершенно очевидно, что он ослабил позиции Путина в том смысле, знаете, что... Ну, во-первых, чисто имиджево, конечно, то есть вот с Путина сорвана такая тога государственного деятеля, да, вот он ассоциировался долгие годы исключительно вот как бы с государством. Он срос со своей плотью с государством, понимаете. Ни его семьи там в публичном пространстве нет, ни его частной жизни. Даже если он едет в отпуск там в тайгу, то все равно с тайгутом, то есть с министром, с политиком, и с ним там государственные дела обсуждает, да, то есть всегда, когда он появляется в поле общественного мнения, он всегда выступает от имени государства, от лица государства. Вот, в общем, государство – это я, что называется, да, вот формула Людовика XIV. А тут он, с него вдруг эту тогу, так сказать, содрали государственную, да, вот отделили плоть государства от плоти Путина, и он предстал сам по себе вот один как физическое лицо. Это такое прям как холодный душ такой, да. Путин в этом такого-то года рождения, обвиняемый в совершении такого-то преступления, да, не как президент России он предстал, а как уголовник потенциальный, как обвиняемый. И это, конечно, такой холодный душ для самого Путина и для всех российских элит. И вторая составляющая, она связана с перспективами самих вот элит, которые служат Путину. Если до сих пор им казалось, что, ну, как-нибудь, может быть, там рассосется, ну, какой из меня спрос, в конце концов. Ну, я вот исполняю поручение. Я и до начала войны их исполнял, и сейчас исполняю. Вот у меня работа такая. Я же сам никого не убиваю. Ну, какой из меня спрос? Да вот они надеялись, что даже если там ГАГа начнется, они глубине души понимают, что рано или поздно она начнется. Ну, им казалось, что вот у меня есть алиби. А теперь вот такой четкий месседж от международного сообщества. Нет, ты, парень, ты не сможешь делать вид, что ты ни при чем. Вот мы тебе четко уведомляем, что ты человеку, обвиняемому в совершении преступления, помогаешь. Ты пособник уголовника, по сути. То есть это организованное преступное сообщество, вот то, что вы делаете, да? И ты как пособник тоже пойдешь, значит, вслед за ним. И, конечно, элиты в шоке. То есть им понимание появилось, что ну все, вот это, ну, река несет не туда, куда надо. И до этого они это подозревали, конечно. Но они это все давили, так сказать, гасили это себе чувство. А теперь оно окрепло. Ну вот надо что-то делать, надо как-то отползать. Но что делать, они, конечно, не знают. Как отползать, но вдруг обвинят, значит, в предательстве. То есть раньше, когда все хорошо было, нормально было, работал, не увольнялся. А сейчас что случилось? Да? То есть страшно. Вроде свергать его надо, чтобы себе алиби обеспечить, значит, восставать. Но тоже страшно, ведь, ну, во-первых, никто не знает, как это делать. Надо вообще понимать качество путинских элит. Эти люди никогда в самостоятельные политические игры не играли. Они всегда прислуживали. Они всегда делали карьеру, выполняя поручения начальства. Это исполнители, это угодники, это лизоблюда, если хотите. Но это не самостоятельные политические субъекты, способные на принятие собственных независимых решений, идущих в разрез решения начальства. Соответственно, ну, у них просто навыков нет, необходимых для того, чтобы организовать, значит, заговор, переворот, свержение. Поэтому вот они понимают, что что-то надо делать, а что делать, они не знают. Они растеряны, они в депрессии, они в шоке, конечно. Ну, то есть в целом это способствует тому, что система еще дальше будет, еще менее эффективно будет функционировать. Не то, чтобы там полный паралич охватит, но состояние близко вот в том направлении, в сторону паралича. То есть каждый будет понимать, что на всякий случай, если можно какую-то команду выполнить не на 100%, а, полусловно говоря, на 50%, ну, я и буду ее выполнять на 50%, понимаете? Вот. А сверху за всем не уследишь. Там у тебя исполнители, у каждого начальника исполнители десятки, а в некоторых случаях даже сотни. За каждым не уследишь. И вот каждый снизит, так сказать, КПД своей деятельности. И в целом государственная машина будет функционировать менее эффективно. Результаты и развалятся. Да. Спасибо. Абазгалямов, политтехнолог, был с нами на прямой связи.